добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о свободе в преломлении свобода с точки зрения библии это смена правителя как бы мы не хотели как бы мы не стремились как бы мы не пытались сами себя в какой-то мере убедить в том что мы никому не подвластны это будет просто ложь каждый человек является рабом тех или иных вещей людей или обстоятельств кто-то зависит от своих долгов кто-то вообще находится в определенного рода зависимостях у кого-то есть доминирующие родственники или может быть начальник на работе в любом случае у каждого из нас есть кто-то кто нами управляет если мы берем библейскую концепцию вообще мироздание устройство мира или космологии как принято говорить в ученых кругах мир четко делится на две части это царство бога и царство сатаны и любой человек который не нашел в себе силы веры или чего бы то ни было еще для того чтобы посвятить свою жизнь богу все-таки находится под управлением дьявола и исполняет его волю ты можешь быть очень хорошим человеком ты можешь поступать правильно вернее стараться поступать правильно и во всем делать хорошие поступки но если ты не принадлежишь богу осознанно приняв его в собственную жизнь ты все-таки находишься под питой дьявола который входит в твою жизнь который крадет твои финансы крадет твое здоровье уничтожает твои отношения разрушает все вокруг и ты не можешь ничего с этим сделать потому что ты находишься в том царстве в котором он управляет истинная свобода в библейском понимании это добровольно осознанная смена правителя когда ты избираешь что твоим царем твоим господином будет христос который тебя любит и все что он хочет это разрушить дела дьявола для того чтобы тот негатив который он посеял в твоей жизни исчез